Всем привет, друзья! Меня зовут Нармина, и сегодня очередной раз хочу вам показать покупки, которые я совершила в Икеа. Я знаю, я люблю, например, видео такие смотреть, потому что человек говорит свои отзывы о какой-либо продукте, о каком-то предмете, и потом, если они тебе понравятся, ты можешь пойти и купить их, и не обходить это огромное-огромное здание Икеа. Итак, давайте, значит, начнем с самого красивого, что у нас есть на земле, это цветочки. Я вот недавно прикупила вот таких вот два цветка, я не помню, как они называются, я напишу их, но они у нас дома всю жизнь, как сколько я себя помню, они у нас цвели, и всегда цвели на день рождения моего папы, на феврале. Вот у нас был и красный, и белый, только они у нас такие были огромными, но как-то вот это мне навевает тему дома, и они очень красивые, особенно яркие такие, какие-то нестандартные, только я им не купила горшочки, они должны были голубыми, но там был один, всего лишь остался, и был треснутый, так что 3 октября мне надо было бы за ними съездить, но я съезжу за ними в следующий раз, а пока они у меня стоят просто так, и очень красивые, они мне очень нравятся, особенно вот этот у меня стоит на столе, беленький, он очень красиво смотрится с моими голубыми шторами, а этот я часто ставлю то на диванчик, то ли себе на тумбочку, потому что красный, он все равно такой цвет, насыщенный, что твой глаз все равно цепляется за него, и очень мне нравится, так что приобретите их, если вы, например, хотите как-то разбавить свой интерьер, также покажу вам вот таких, ой, сейчас, секундочку, еще вот таких, 3 цветочка, первый был вот такой вот, он, знаете, напоминает как кроличьи зайчики, кроличьи ушки, есть ли такой цветочек, цветок, не цветок, а растение такое, вот он напоминает, что он такой бархатный, но на самом деле он искусственный, но реально он бархатный, и он такой бледно-зеленого цвета, такой, знаете, как будто на него пыль нападала, такого бледного цвета, с таким вот горшочком, которые такие горизонтальные линии, следующий это вот такой вот, такая вот травка, очень милая, яркая, в туалет ее поставить, но он мне, у меня все стоят на подоконнике, также я их ставлю себе на тумбочку иногда, а последняя, один, наверное, ну они мне все нравятся, но этот очень красиво смотрится вообще везде, вот такое вот кудрявое какое-то растение, и у него тоже горизонтальные полоски, там вот было три вида горшочков белых, я взяла два горизонтальные, одну вот такую вертикальную полоску, очень мне нравятся, вот эти цветки в белых горшках, они очень освежают интерьер, и все равно зеленый цвет, и вот эта видимость растительности как-то делает твой дом более живым, что ли, хотя я знаю, что они искусственные, прекрасно знаю. Следующее, что я хотела вам показать, что мы не отошли недалеко от темы цветов, это вот такая вот ваза, она, по-моему, стоила в районе 80 рублей или 90, но стоила она не так дорого, и я решила взять ее, точнее, мама решила взять, потому что она ее сказала, что цветы всегда могут оказаться в доме, и просто некуда ставить, вообще некуда, если там какую-нибудь бутылку покупать минеральную, а так она очень милая, красивая, необычный дизайн, мне кажется, даже вот такая была бы она прикольно посмотрела, но пока она стоит у меня тоже наверху, и недорогая, если, например, окажутся цветы, или даже что конфет можно насыпать, просто милая вещица, и стоила она недорого. Следующее, что я вам хочу показать, это вот такие вот картины-рамки, я собираюсь сделать много всяких коллажей, картин, украшать как-то стены этого пространства, и я купила вот такую деревянную, самую дешевую рамки, и здесь паспорту к ним идет, потому что я хочу сама купить акрилы и покрасить их, в какой цвет мне нужно будет, какие-то можно сделать в малиновый цвет, другие можно в черный сделать, еще вот такого размера, и вот самого маленького, они уже идут сразу со стеклом, что очень хорошо, потому что, ну, стекло все равно как-то делает более презентабельный вид, и это плюс, они стоили совсем недорого. И вот еще одну рамку я купила, она вот такая вот большая, с черными вот такими рамами, она выпуклая идет, такая вот, она смотрится объемно на стене. Купила я еще одну такую, чтобы поменьше размером, но она уже у меня висит с картины на стенке, даже если вот такую сделать, вон она, вон она висит, вот, вот она. Да, она очень мне нравится, как смотрится, сразу вот просто другой вид стене придает, и, конечно, вот эти рамки более, ну, смотрятся более стильно, чем нежели вот эти, но эти и стоят дороже, но зато они готовы. Те я просто украшу сама как-нибудь, она тоже будет очень красиво смотреться, и она тоже идет со стеклом внутри. Не будем отходить далеко от рамок, купила еще вот такую простую рамку, она, по-моему, стоила 99 рублей, проста вот синенькая, поставить, повешать что-нибудь, да. Будет прикольно, смотрите даже вот. Вот так, да. Ну, мне нравится, просто вещичка такая, и она уже покрашена в голубой красивый лазурный цвет, и плюсик, одну вещь, которую я вам хотела показать, это вообще фаворит этого месяца, это вот такой вот красивый розовый коврик. Хотя эти коврики очень часто берут для туалета, но нам нужен был просто срочно коврик для предкроватных, вот он у меня лежит, предкроватный коврик для ног, и мы долго с мамой искали разные, но они мне почему-то... Вот я такой человек, мне нужен, чтобы коврик был максимально мягким, удобным, ну, в то же время и красивым, но вот эти два качества красивые, удобные, просто вообще не сочетались ни в Ике и ни в какой-то там, как он называется магазин? Лазуа, Моруэлл, какой-то там. Я просмотрела много ковриков, ни один мне не понравился, но зато, когда я увидела вот этот цвет розовый, да, увидела, какой он мягкий, мама дорогая, вот я встаю, как будто, вот, мне кажется, там на небесах Иисус ходит именно вот по такой земле, вот в раю мы будем ходить вот по такому вот ковру, он такой мягкий, просто блаженство. Там было много цветов и лазурный, и зеленый, и черный, и белый, но мне почему-то захотелось такого нежно-розового, потому что и так много синего, черного у меня и белого в комнате, и взяла именно его, и ни разу не пожалела, и радуюсь ему, не могу даже нарадоваться, так что, если вам нужен коврик, или в туалет, либо предкроватный, возьмите его, даже... Также я хотела бы вам показать вот такую вот вазочку, мы ее тоже купили в Икеа, мама сказала, ну, мне она вообще не нужна была, мама захотела ее купить, и она понравилась, потому что она говорит, ну, удобные фрукты, сказать, вот здесь конфеты, которые я не ем, просто такая милая штучка, стоила она довольно, мне кажется, дорого, около тысячи рублей, ну, зато она у меня теперь стоит и украшает мою кухню, как-то ее делает более милой, она в таком милом прованс-стиле, здесь вот такие, как бы, вырезки, она железная такая, просто белая, ничего особенного, но красиво смотрится. Надолго наговорили, у меня здесь еще покупки, но я, наверное, сниму вам отдельное видео, потому что видео не хочу делать слишком долгим, и тогда будем снимать уже другую часть. А на этом я хочу с вами попрощаться, я надеюсь, вам понравилось это видео, всего вам самого хорошего, и Икеа, вы молодцы, вот честно, вы молодцы, просто я уже чуть-чуть запарилась, ну, а вы вообще классные ребята, молодцы, продолжайте в том же духе. Всем пока, удачи, не забывайте ходить в Икеа, там классные ребята работают, и хорошие, собственно, продукты. Не питание, просто вещи. Пока, счастливо. Вот, все, сказала.